Эти часы Игорь Коломойский, глава Днепропетровской области администрации, дает нам интервью нашему каналу. Владимир Полуев там работает, отже послушаем Устислав. Мы уже напишем заявление, что они совершают Рейдерский завод. Давайте писать заявление. Мне сказали, что я пошел писать заявление. Давайте расследуем Шеремеев ОПГ. А что отторчит? Это провод, от заряда. От чего? От заряда. А куда тебя вставят? Не переводите тебя. Куда тебе его вставят? Перестаньте. Ну а куда тебя вставят? Посмотри, как некрасиво торчит. То, что вы это умеете, мы знаем. Скажите, готовы написать заявление, что Рейдер хочет? Я напишу. Готовы это сделать? Давайте на камеру, что вы заявляете. Это официальное заявление в милицию. Что Еремеев рейдер и хочет рейдернуть компанию Украины? Не просто рейдер, а глава организованной преступной группы. Подпишитесь вместе со мной заявление в прокуратуру против Еремеев. Вы даете это слово? Конечно. Хорошо, договорились. Тогда пойдемте пить. Идем. Можно еще один вопрос? Вы говорили о том, что... Иди, как я, извини. Что надо сейчас делать, чтобы вот таких вещей нет? Вы говорили о том, что будете разговаривать с президентом относительно рейдерских захватов, ну, в частности, Укртранснафты. Допускаете ли вы возможность определенного участия президента, в частности, в возможном рейдерском захвате Укрнафта? Конечно же нет. То есть Еремеев, по вашему мнению, кто-то руководит, либо он руководит этим захватом? Ну, мы же... Вы не смотрели интервью? Я там четко сказал, можете смотреть, рекламирую заранее. ТСН, Юэй. Там будет полная версия. А по ТСН тоже была часть интервью, которую я вчера дал. Я четко сказал, что у нас руководил рейдерским захватом в Укртранснафте. Его подчиненный пасечник, который ныне работает в НАК «Нафтогазе». Также работник НАК «Нафтогаза», председатель наблюдательного совета Укртранснафты, господин Савченко. И также там господин Мирошник, это бывший полумилиционер, полу-СБУшник, человек, который сдал Луганское СБУ террористам и сепаратистам с полным арсеналом оружия. А потом спокойно, еще, я не знаю, только после этого или до этого, в Харькове там крошевал бизнесменов за 15 тысяч, из-за чего получил кличку «Пятнашка». Вот такая у нас АПГ Еремеева. А кто вот их покрывает и кто за ним стоит? Вот, например, вот этих полувооруженных людей, которые были представлены сначала как правоохранители, а потом они оказались какой-то ночной вартой. Вот, это частная охранная структура или полуохранная структура. Ее туда направил господин Кононенко. Говорят, что там даже узнали, а сейчас идентифицируют, потому что их сфотографировали, идентифицируют там некоторые охранники, говорят, пятого элемента. Скажите, еще какие-то меры безопасности, помимо тех, которые сегодня были предприняты, будут? Ну зачем же нам секреты? Мы уже все предприняли, все меры безопасности, все предпринято, все нормально. Там вооруженные люди? Где?